Хочу рассказать о том, как я делаю брелки из эпоксидной смолы в форме цилиндра. Нам понадобится медицинский шприц, скажем на 5 мл, можно на 2 мл. Удаляем из него поршень и отрезаем начало и конец от шприца. Таким образом мы получаем просто трубочку сквозную. Теперь берем напильник или наждачную бумагу и зачищаем эту трубочку с обоих сторон, оба спила. Так, чтобы они были более-менее аккуратные. Но особая аккуратность тут не требуется. Дальше нам потребуется плоская поверхность, например лист картона и кусочек пластилина, обычного детского пластилина. Разминаем пластилин и налепливаем его на картон, так чтобы получилась, так скажем, лужица пластилиновая. Потом берем трубочку и вертикально вдавливаем ее в пластилин. И у нас получается форма, в которую можно заливать эпоксидную смолу. Пластилин очень хорошо в данном случае герметизирует и смола не будет вытекать снизу. Теперь нам потребуется какая-нибудь симпатичная веточка. Что-то вроде этого. То есть то, что будет находиться внутри эпоксидной смолы. Я обычно растения собираю прямо на улице. Если вижу что-нибудь понравившееся мне дикорастущее, я это срываю. Цветочек какой-нибудь или травинка. И засушиваю в книге или же под утюгом через салфетку. И дальше это сушеное растение могу использовать в своих поделках. Теперь замешиваем эпоксидную смолу по инструкции и наливаем форму почти доверху. Берем веточку и опускаем ее в смолу. Можно несколько веточек. Теперь оставляем все, что получилось в теплое место и даем смоле затвердеть полностью. Когда это произошло, отлепляем форму от пластилина, форму вместе с заготовкой. Снизу у нее, естественно, остался пластилин, который нужно удалить, например, с помощью зубочистки. После этого все еще останутся следы пластилина, но они потом будут удалены напильником. Теперь нужно заготовку вытолкнуть из формы. Чтобы это легко было сделать, нужно поставить форму с заготовкой внутри в морозилку на 15 минут. После этого ее будет легче вытолкнуть. Я так понимаю, что поскольку от холода заготовка внутри формы уменьшается в объеме немного, она уже не так плотно давит на форму. Когда пройдет 15 минут, достаем из морозилки форму и несколько раз роняем ее на стол, чтобы она как бы простучалась и форму с заготовкой еще больше разделили. И после этого берем отвертку и надавливаем с того конца, где следы пластилина. Ну, в общем, теперь она должна легко выйти. Форму можно использовать еще много раз таким же способом. А заготовку теперь нужно зашлифовать напильником или наждачкой с того края, где был пластилин. Таким образом, этот край станет ровным и заодно удалится пластилин, который остался на нем. Подойдет самая даже грубая наждачка. Там сейчас никакого глянца не нужно. Потом туда будет наноситься еще пару капель смолы. И будет все очень даже глянцево. Вот у нас, в общем, получилось с одной стороны зашлифовано. И можно поставить вертикально. А с другой стороны, там как бы углубление такое. Вот ставим, значит, вертикально углублением вверх. Замешиваем смолу снова. И наносим пару капель в это углубление. Так, чтобы получился как бы горбик. То, что называют линзой. И ждем снова, пока затвердеет полностью. После этого нужно вставить в эту заготовку штифт. Штифт для бижутерии представляет собой прямую проволоку. Один конец которой закручен в кольцо. Этот штифт мы будем вставлять с той стороны, где шлифовали. Для того, чтобы его вставить, нужно просверлить отверстие по толщине этого штифта. Для этого очень удобно использовать ручную дрель. Поскольку отверстие очень немаленькое и вообще масштабы того, что мы сейчас делаем, достаточно мелкие. Ручная дрель будет очень даже удобно. Удобнее, чем электрическая. Кстати, все, что я здесь перечисляю. Кто не любит покупать по месту жительства, можете заказать все на Алиэкспресс. Там цены очень хорошие. Качество товаров тоже есть. Товары очень вполне качественные. Просто их нужно правильно выбирать. Я оставил все ссылки в описании. Полезно будет туда заглянуть. В описании к видео. Теперь берем штифт. Если нужно, обрезаем его прямую часть, ножку. Вставили. Теперь вставляем саму заготовку в ее форму. А форму можно даже снова вставить в пластилин. Для того, чтобы она прочно находилась вертикально. Когда мы это сделали, снова замешиваем смолу. И наносим ее вокруг вставленного штифта. То есть формируем еще линзу. Так же, как в прошлый раз. Ну и наконец ждем еще период времени, чтобы смола полностью затвердела. А дальше осталось прикрепить кольцо для ключей. Вот такое кольцо с цепочкой. Мы будем прикреплять к штифту с помощью соединительного кольца. Так называемого. Для бижутерии. Соединительное кольцо, как с ним обращаются. Оно, значит, сделано из металлической проволоки. Но оно не замкнутое. А есть там как бы разрез. От этого разреза можно его расширить. И в него, то есть его продеть через штифт. И через крайнее звено цепи. А потом его обратно закрыть. Так делается очень часто, когда соединяются детали украшений, детали брелков и так далее. Ну и вот, наконец, брелок полностью готов. Внутрь брелка можно вставлять практически все, что соответствует вашей творческой фантазии. Не только сушеные растения. Камешки, ракушки, блестки и прочий декор для маникюра. Светящиеся порошки. Эпоксидку можно подкрашивать прозрачными пигментами и непрозрачными. Можно залить не полностью форму, а залить какую-то часть, допустим, одним цветом. Другую часть залить прозрачной, добавить в нее камешки. Дальше еще наверх залить вместе с сухоцветами. Получаются очень даже красивые, приятные брелки. Я вот лично покупать мелкие товары, такие как фурнитуру для бижутерии, бусины по месту жительства, я просто терпеть не могу. Вот высматривать их, выискивать прям на глазах у продавцов, которые прям в упор на тебя смотрят. По-моему, на Алиэкспресс намного удобнее, как цивилизованнее, покупать особенно вот такую мелочевку. Потому что у вас есть строка поиска, у вас есть каталог с категориями, у вас есть описание товара, которое вы можете спокойно прочитать. Никто вас не торопит, не задает никакие вопросы. И ты можешь в конце концов задать вопрос продавцу на Алиэкспресс в письменном виде, если он у тебя возник. У тебя есть фотографии товара, есть отзывы, описание есть с цифрами, какой размер, какой материал, из какого металла. А то, если вот продавцу задашь вопрос, где-то в магазине в своем городе, если ты не очень шаришь в теме, скажешь, у вас есть штифты? Она тебе скажет, ты что, больной что ли? Может ты мне скажешь, какого размера тебе нужен? Или для чего тебе нужен штифт? Говорю, какого цвета тебе нужен? Ты придурок, что ли? Я что, твои мысли читать должна? Девушка, вы почему грубите мне и ругаетесь на меня обматываете? Ты мразь, отцу. Ты мразь. Самая последняя мразь, которую я видел в своей жизни, я не помню, сколько лет назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...